Продолжение следует... У вас ее украли или вы по неосторожности ввели ее данные на фишинговом сайте. Не ждите, пока мошенники доберутся до денег. Сразу звоните в банк и просите заблокировать карту. Взамен нее банк выпустит новую с той же суммой на счете, что и в момент блокировки. Перевыпуск может занять от 1 до 5 рабочих дней. С виртуальной картой проще. Ее можете заблокировать вы сами. В личном кабинете, на сайте платежного сервиса. И тут же перевыпустить. Теперь про электронные кошельки и аккаунты в онлайн-банках. Их не всегда нужно блокировать немедленно. Например, кто-то взломал ваш счет и поменял платежный пароль, но с деньгами пока ничего не происходит. Чтобы отрезать мошенникам доступ к средствам, придумайте новый пароль. А еще лучше перейдите на более надежные одноразовые пароли. И не забудьте проверить компьютер на вирусы. Часто счета взламывают именно они. Если же дело обстоит серьезнее и деньги со счета уже начали утекать, тогда, конечно, действовать надо решительно. Тут счет идет на минуты или даже на секунды. Не теряя времени, обращайтесь в службу поддержки. Лучше всего по специальной горячей линии. Ваш счет заблокируют и потом подскажут, как быть дальше. Писать заявление на возврат средств или обращаться в полицию. Смогут ли вам вернуть деньги? Зависит от разных условий. Как быстро вы сообщили о пропаже? Использовался ли ваш пароль при списании средств? Известны ли платежные системе ваши паспортные данные? И так далее. Но в любом случае, чем раньше вы расскажете о проблеме, тем больше шансов вернуть украденные. И что бы ни случилось, не отчаивайтесь. Если вы ведете себя честно, то банк или платежный сервис всегда будет на вашей стороне. А это уже немало. На этом наши уроки заканчиваются. Но интернет продолжается. Успехов вам в его освоении и не забывайте про наши советы.